Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». Сегодня у нас в гостях Владислав Ласенко, мастер спорта по кикбоксингу. Здравствуйте! Здравствуйте! Совсем недавно вы приняли участие в чемпионате Центрального федерального округа по кикбоксингу. Расскажите, как съездили? В ежегодном турнире чемпионата и первенства Центрального федерального округа по кикбоксингу принял участие. В очередной раз успешно занял первое место. Масштаб и все эмоции от данных мероприятий переполняют. Могу сказать, что очень достойное соревнование. В любом случае победить на таких соревнованиях – это сделать определенный большой шаг вперед к своим целям, к своим мечтам. Насчет самих соревнований по поводу своих соперников, как и всегда, мне это дается нелегко. И все соперники тяжелые. Приходилось много усилий приложить, чтобы одержать победу. А волнуетесь обычно перед соревнованиями? Волнение всегда есть. Но с опытом волнение немного убирается на второй план. И остается такой легкий мандраж, который с выходом в ринг исчезает. То есть как бы дело времени. То есть с опытом все приходит. И больше начинаю задумываться о том, как победить, а не как побороть свой страх в ринге. А есть какие-то талисманы или метод настройки на победу? Все мои талисманы – это мои родные и близкие, которые за меня переживают и волнуются. Это, я считаю, самые главные талисманы, которые дают силу и уверенность в семье. Каждый спортсмен практически желает и хочет поучаствовать в мировых соревнованиях. Как я понимаю, вы готовитесь именно к таким сейчас. Хотите победить? Хочу победить. Да, как бы на международных соревнованиях я выступал и не раз. Я был в юниорской сборной несколько лет подряд. Даже в один год я был капитаном сборной команды России. Участвовал на международных соревнованиях. И опыт в этом плане у меня был. И я стремлюсь дальше уже по-взрослым свой опыт получать дальше. То есть весной будет чемпионат России. По-взрослым нужно приложить большие усилия, чтобы стать победителем. И после этого получить возможность защищать честь своей страны на международных соревнованиях. В ближайшем будущем финал четверки расскажите, что это за соревнования нашим телезрителям. Четверка – это бои по профессионалам. Данная организация G-Pro – перспективная российская организация, которая проводит ежегодно бои. И в том году мне предоставили возможность поучаствовать во второй отборочной четверке, которую мне удалось выиграть. И в ближайшее время назначена дату для финала данной четверки, где я смогу побороться за титул чемпиона данной организации. А где вы сейчас учитесь? Учусь я в МВД на третьем курсе. А получается совмещать тренировки? Конечно. Там к спортсменам относятся очень уважительно и любят спортсменов. И дают им возможность тренироваться. Отпускают на соревнования. И нет такого, чтобы акцент был только на учебе. То есть и дают людям тренироваться, и в то же время можно учиться. А скажите, откуда у вас вообще такая страсть к спорту? На кого-то, может быть, ориентируетесь? В этом не помогла моя семья. То есть с самого детства меня потихоньку приучили к спорту. Я как бы втянулся во все это и до сих пор остаюсь в спорте. Кикбоксинг, насколько я понимаю, достаточно травматичный спорт. Да, конечно. В любом спорте не без травм. Но в любом случае эти травмы дают стимул, чтобы тренироваться дальше. Определенные травмы дают не то, что стимул, а от них получаешь радость. Потому что, несмотря на эти травмы, получилось победить, выиграть какие-то соревнования. И эти травмы, как небольшие воспоминания о тяжелых боях, которые приносят радость. Но не было такого, что приходилось долго восстанавливаться и начинать практически все сначала? Нет, такого не было. Да, даже если бы им было, то, как я сказал, уже рядом талисманы, которые всегда помогут. Это не только семья, друзья, но и самое главное, это вторая семья, это тренера. Весь тренерский состав, который в этом помогает. А кто вас сейчас тренирует? У нас в нашей спортивной школе «Золотые купола» главным тренером является Храмов Юрий Михайлович. Это заслуженный тренер России. Он делает основную работу для наших успешных выступлений. И прилагает к этому все усилия. Также другие тренера. Это два заслуженных тренера России. Максимов Михаил Сергеевич и Зимсков Алексей Вячеславович, которые также непосредственно принимают работу в моем тренировочном процессе. И еще три тренера. Это Безрядин Александр Юрьевич, Шальнев Максим Игоревич и Абдолян Павел Рафаэлович. Это тренера высшей категории. Я считаю, что это очень сильная наша команда, в которой каждый из тренеров принимает свое участие. Каждый отдается и вкладывает частичку себя в меня и во всех спортсменов. Строгие они? Все строгие, потому что дисциплина и отдача должна быть максимально полной. Но в то же время очень хорошие люди, с которыми можно и просто побеседовать, поговорить по душам, поделиться своими проблемами какими-то. И всегда выслушают. И это вторая семья, которая, можно сказать, также живет с нами, только уже по большей части в зале. Давайте вернемся к чемпионату. Какие у вас соперники были? С соперниками были из Москвы, достойные, серьезные, сильные соперники. С Орловской области были спортсмены. И с множества других городов, просто не буду их перечислять, потому что там многочисленные соревнования в плане масштабов городов. Может быть, запомнился какой-то конкретный бой, где применили определенный прием? Как бы запоминается каждый бой, потому что каждый бой тяжелый, и в каждом бою что-то получается, что-то не получается, и каждый бой чем-то запоминается. Как бы от каждого боя стараюсь брать наибольший опыт, какой возможно. И я считаю, что нет легких боев, и каждый бой приносит определенный опыт. Какие у вас планы на будущее? Планы на будущее, на ближайшее будущее, как я сказал, это выиграть финал четверки. И, несомненно, стать победителем чемпионата России, который будет тоже проходить в скором времени, и представлять честь своей страны на международных соревнованиях, где можно выполнить норматив мастера спорта международного класса. То есть это еще одна очередная мечта каждого спортсмена. Вы ездите на мировые чемпионаты. Что касается допингов, как сейчас с этим обстоят дела? С каждым годом все ужесточается. И в плане здоровья к спортсменам относятся очень серьезно. То есть поблажек не оставляют. А много у вас времени занимают тренировки? Тренировки занимают большую часть моего времени. То есть это каждый день упорных тренировок. По сути, вся жизнь состоит из тренировок, учебы и небольшой части отдыха. Спорт на самом деле дает очень многое. Поездки за границу, смотреть на мир. То есть не только глазами путешественника, а глазами спортсмена. Когда встречаешься с другими людьми, спортсменами с разных стран, общаешься с ними, это очень интересно. И интересно, какой уровень в других школах в странах. Спорт дает очень много друзей. Очень много друзей по всей России, по всему миру. То есть это общение, это тоже определенный опыт. И в любой стране, в любом городе хоть кто-то будет тебя знать. И спорт помогает держать себя в форме. И в моем случае спорт помог мне еще и в учебе. Я поступил в МВД и в этом спорт мне помог. Так как спортсменов любят и относятся к ним с уважением. Поэтому это дополнительный бонус. Спасибо. Мы поздравляем вас с победой на чемпионате. И желаем вам удачи в ваших будущих победах. На сегодня это все. Всего хорошего. До скорой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин